Этот разговор мы можем прочитать в Матфея, 19 главе, в 7 и 8 стихе. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. Сначала же так не было. То есть эти люди прекрасно знают этот закон, потому что он им выгоден и при любой возможности они им пользовались. Дискуссия о том, разрешает Библия разводы или же запрещает, в основном ведется именно вокруг слов Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея в 5 главе в 32 стихе, который мы сегодня с вами уже прочитали. Там есть одно небольшое исключение из правил, о котором также сказал и Иисус. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, и дальше идет исключение. Кроме вины прелюбодеяния, тот подает тебе повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И вот из-за этого исключения ведутся дискуссии, ведутся споры. И да, действительно, эта фраза, которую мы можем встретить всего лишь два раза в Священном Писании, это в Матфея в 5 главе 32 стихом и в 19 главе 9 стих, кроме вины прелюбодеяния, является единственным местом в Священном Писании, где, вероятно, дается божественное разрешение на развод и повторный брак. Многие исследователи считают, что это условие освобождения от ответственности относится к супружеской измене только в период помолвки. Согласно еврейским традициям, мужчина и женщина считались связанными узами брака с момента обручения. И безнравственность именно в этот период могла быть единственной причиной для развода. Тем не менее, греческое слово, переведенное как «супружеская неверность», подразумевает любую форму сексуальной аморальности, как, например, внебрачную сексуальную связь или же проституцию и так далее. Скорее всего, здесь Иисус говорил, что развод возможен и разрешен, если произошел грех на сексуальной почве. Сексуальные отношения являются неотъемлемой частью брачной связи. Когда будут два, одна плоть, мы читаем в Бытие 2 главе 24 стих, Матфея в 19, 5 стихе, Эфесянам 5, 31. Все эти места говорят о том, что два человека становятся одной плотью. И это очень важно. Таким образом, разрыв этой связи внебрачными отношениями может быть допустимым поводом для развода. Опять же, Иисус сказал, что именно по жестокосердию вашему приходится разрешать это. Потому что именно непрощение, неспособность простить того человека, который нарушил свой обет, позволяет или вынуждает нас, возможно, развестись с ним. Конечно же, Иисус в этом же тексте имел в виду и повторное заключение брака. Если мы обратим внимание на текст, который мы уже зачитали, то мы можем увидеть, что повторное вступление в брак разрешается только невиновной стороне. Говорить об этом, возможно, можно достаточно долго, достаточно много, с какой-то такой философской точки зрения. Но когда у тебя нет опыта, это гораздо легче объяснять, это гораздо легче говорить. Безусловно, люди, которые столкнулись с этим, которые, возможно, пережили это, они могут рассказать нам об этом больше. Хотя этого и не упоминается в тексте. Разрешение на развод и вступление второй раз в брак является Божьей милостью по отношению к тому супругу, который пострадал, а не к тому, кто совершил супружескую измену. Некоторые рассматривают стих в 1 Коринфянам 7 главе, 15 стих, как еще одно исключение. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Это слова апостола Павла. Возможно, апостол Павел в некоторых общинах встретился с проблемами, и, скорее всего, он с этими проблемами встретился, поэтому ему пришлось в этом письме упомянуть о разводах и о браках. Но, тем не менее, мы на данном периоде времени разбираем учение Иисуса Христа, Сына Бога. И как бы мы ни пытались выкрутиться, оправдаться, знаете, огорчает одно. Огорчает то, что количество разводов среди убежденных христиан достигает показателей развода в мире. К большому сожалению и при большой печали, Библия чрезвычайно отчетливо говорит, что Бог ненавидит развод, и что примирение и прощение должны быть на первом месте в христианской семье и в жизни христианина. Когда мы теряем то первоначальное и важнейшее свойство прощения, тогда мы впадаем в различные проблемы, тогда врагу легче нас искусить и сломить. Друзья, сегодняшняя беседа была в рамках христианской жизни. Конечно, бывают люди, которые заключили уже до своего обращения несколько браков, которые не чтили Бога тогда, не почитали закон Божий. Это совсем другая тема. Сегодня мы говорили в рамках христианства. И когда сравниваешь цифры, печально смотреть и видеть, что христианские семьи точно так же рушатся, как и мирские. Друзья, давайте мы будем прощать друг друга. Как бы ни было нам это сложно делать, это важно, потому что без прощения мы не способны двигаться вперед. И человек, который не способен прощать, не может рассчитывать на прощение Бога. Будьте счастливы и да благословит нас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok